Когда мы говорим о физике, большинство представляет законы Ньютона, закон Ома, электронику, ядерную физику. Но мало кто задумывается об исследованиях мозга. И сегодня мы с моим коллегой расскажем вам об исследованиях мозга. Как мышки помогают понять, что происходит у человека в мозге. Каким образом мы можем разрабатывать электронику на принципах работы мозга. Меня зовут Михаил Мищенко, я доцент кафедры теории колебаний радиофизического факультета Университета Лобачевского. И это научный форсайт. Сегодня мы поговорим с вами о таком направлении, как нейроморфная электроника. Звучит достаточно сложно, поэтому давайте начнем с чего-нибудь простого. У каждого из нас есть мозг. Мы им успешно пользуемся, мы создаем великие вещи, мы как человечество. Каждый из нас может творить. И никто в мире на сегодняшний день не знает, каким образом мозг делает все то, что делаем мы. Ученые знают, что мозг состоит примерно из 10 миллиардов нейронов. Это маленькие серые клеточки, которые составляют наш мозг. 10 миллиардов нейронов — это примерно столько же, сколько людей на нашей планете Земля. Если представить, это достаточно огромное число. Поэтому понять, каким образом мозг формирует все наши мыслительные способности, каким образом мы можем говорить, каким образом мы передвигаемся в пространстве, как мы играем на музыкальных инструментах и сочиняем музыку. Все это невероятно сложная задача. Исследования мозга начались еще в 19 веке, когда у исследователей появились инструменты для того, чтобы регистрировать активность мозга. До этого хирурги вскрывали голову, видели там какую-то кашицу и ничего с этим не могли поделать. Потом же появились инструменты, которые обнаружили, что, оказывается, в мозге возникают электрические сигналы. Они достаточно слабые, порядка милливольтов. Это очень маленькие напряжения. Но с помощью этих сигналов нейроны взаимодействуют между собой. И, как считается на сегодняшний день, именно так происходит обработка информации за счет передачи импульсов между нейронами. Когда ученые немного поисследовали мозг, предъявляя мышкам или кошкам различные простые стимулы и регистрируя у них ответы, возникла идея, что нейроны как-то по-особенному отвечают на предъявление стимула. Например, если поместить электрод в затылочную часть мозга, который отвечает за зрительное восприятие, и предъявлять луч света, вертикальную или горизонтальную полоску света, то можно зарегистрировать какую-то активность. При вертикальной полоске будут активироваться одни нейроны, при горизонтальной — другие. Понять, каким образом какие-то более сложные образы обрабатываются, совершенно невозможно. Но уже вот этих небольших знаний хватило для того, чтобы попытаться использовать принципы работы мозга для чего-то полезного. Именно так появились первые вычислительные машины — компьютеры. Они были основаны на тех знаниях о мозге, которые были на начало XX века. Ученые предположили, что нейроны в мозге и сам мозг, он, соответственно, при наличии какой-то информации, можно считать, что он генерирует единичку, при отсутствии этой информации генерирует ноль. Сейчас мы знаем, что это, конечно, далеко не так, но тогда этого было достаточно, и таким образом были созданы компьютеры, которые эволюционируют до сих пор. Примерно на этих же знаниях основаны и искусственные нейронные сети, которые сейчас у всех на слуху и повсюду. Искусственные нейронные сети могут распознавать изображения, могут сочинять музыку, могут генерировать тексты, как будто мы общаемся с живым собеседником. Но все это основано о знаниях о мозге по состоянию на середину прошлого века, то есть по состоянию 70-летней давности. С тех пор биологи и медики изучили мозг гораздо более детально. И если бы мы могли использовать современные знания о мозге, то мы могли бы создавать устройства обработки информации еще более эффективные, чем существующие искусственные нейронные сети. И тут мы приходим к тому, что искусственные нейронные сети и все эти исследования требуют компьютеров. Изначально это были математические модели, которые исследовались с помощью компьютеров. То есть компьютер всего лишь решал уравнение. Затем, поскольку мощности компьютеров не хватало, ученые предположили, что почему бы нам не создать электронное устройство, которое будет генерировать такую же динамику, как и нейроны мозга. И таким образом в конце 80-х, в начале 90-х годов появились электронные нейроны. Появились модели электронных нейронов. Это небольшие устройства, которые могут генерировать электронные импульсы, похожие на импульсы нейронов нашего мозга. К примеру, вот на этой платке, которую мы с студентами собрали в нашей лаборатории, в ней присутствует порядка 4-6 нейронов. И они способны, эти электронные нейроны способны генерировать простенькие сигналы. Я напомню, что в мозге у нас 10 миллиардов нейронов. На представленной платке было всего лишь 4. Если мы сможем создать хотя бы сотню нейронов, то эта нейронная сеть из электронных нейронов сможет обрабатывать какую-либо информацию. И этого будет уже достаточно для выполнения каких-либо достаточно простых задач. Например, распознавание образов, обнаружение в зрительном поле какого-либо объекта определенного. И поскольку предложенная сеть из электронных нейронов будет более специализированной, чем простой компьютер, то мы получим огромный выигрыш в производительности и энергопотреблении. Энергопотребление — это один из ключевых моментов, в которых мозг обыгрывает компьютеры до сих пор. К примеру, мозг потребляет порядка 20% всей нашей суточной энергии. Но это все равно составляет мощность порядка 100 Вт. Эта мощность как у электрической лампочки. Компьютер, выполняющий аналогичные задачи, будет потреблять киловатты энергии, если не мегаватты. К примеру, современный суперкомпьютер потребляет порядка 100 мегаватт, занимают огромные помещения и все равно не способны решать некоторые задачи, с которыми справляется человеческий мозг. Поэтому исследования в области нейроморфной электроники дадут качественный скачок, прорыв буквально, в области обработки информации. Поскольку мы вдохновляемся работой живых нейронов мозга и работой нейронных сетей мозга, то логичным шагом была бы попытка организовать взаимодействие электронных нейронов и электронных устройств с живыми нейронами мозга. Такая идея возникла в середине прошлого века как один из вариантов протезирования. И все мы, в принципе, в различных фильмах, в научно-популярных шоу видели подобные применения. Это, к примеру, слуховые аппараты, это кохлеарные импланты, которые позволяют людям с утратой слуха слышать и взаимодействовать с обществом. В последние десятилетия стали появляться и искусственная сетчатка, которая позволяет слепым людям видеть. Но вся эта электроника, она тоже находится только в зачаточном состоянии. Это все равно единичные случаи применения в медицине, и поэтому это все технологии будущего. И я считаю, что это технологии недалекого будущего. В то же время, если посмотреть, например, на такого выдающегося человека, как Илон Маск, существует огромный интерес к исследованиям и в более глубоком взаимодействии между электроникой и мозгом к нейропротезированию. По аналогии с обычным протезированием, которое направлено на замещение утраченных конечностей, либо простейший случай, с которым многие сталкивались, восстановление утраченных зубов. Нейропротезирование направлено на восстановление утраченных функций мозга. Частным случаем, повторюсь, являются кохлеарные импланты, восстанавливающие слух, и зрительные импланты, восстанавливающие зрение. Но точно так же мы можем восстановить функции, которые потерялись, например, в результате инсульта. При инсульте возникает обширное повреждение мозга, которое затрагивает множество функций. И восстановить эти функции можно, восстановив или заместив поврежденный участок мозга. Для этого необходимо разобраться, каким образом функционировал утраченный участок мозга, каким образом мы можем повлиять на активность мозга, и каким образом мы можем создать электронное устройство, которое бы выполняло эти утраченные функции. Для всего этого потребуется труд огромного числа исследователей. И здесь находят свои интересы исследователи из множества областей. Как физики, так и электроники, биологи, медики, математики, специалисты по обработке больших данных, дизайнеры, которые позволят разработать привлекательный внешний вид для данных носимых устройств. Сама по себе технология на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии. Существуют эксперименты на мышках, которым удается восстановить память после повреждения, и они вспоминают, как бегать в лабиринте. Существуют эксперименты по пересаживанию памяти, когда, взяв мозговую активность у мышки, которая бегала в лабиринте, другой такой же мышки при помощи электронной стимуляции, говорят, куда бежать. И она быстро ориентируется в лабиринте, хотя до этого в нем никогда не была. То есть как будто бы она знает все об этом лабиринте, исходя из опыта своей сестры. Конечно, все это звучит достаточно фантастически, это невероятно трудная задача, но все это вполне реализуемо средствами сегодняшней науки. Область нейромоффной электроники — это принципиально междисциплинарное направление, то есть оно не может быть реализовано только физиком или только биологом. Здесь нужно работать в плотном взаимодействии. И физикам приходится учить биологию, биологам приходится в той или иной степени понимать, о чем говорят физики. И в этом взаимодействии на стыке наук рождается что-то новое. К примеру, в нашей лаборатории мы занимаемся исследованиями в области нейропротезирования. С помощью срезов мозга мыши мы пытаемся восстановить утраченную активность. Мы контролируем и повреждаем какой-либо участок мозга, и затем с помощью электроники и электронных нейронов пытаемся восстановить ту активность, которая была до повреждения. Здесь удобным инструментом является срез гиппокампа мыши. Это небольшой участок мозга, который отвечает за пространственное ориентирование и кратковременную память. Но нам он интересен тем, что он имеет очень удобную структуру. У него есть 4 последовательных области. Глубко говоря, вход, 2 промежуточных области и выход. И таким образом мы можем, регистрируя сигналы гиппокампе в 4 разных областях, проследить, как меняется сигнал, поданный на вход. И, соответственно, повредив управляемую какую-то из этих областей, мы можем восстановить активность в этой области, перебросив через нее мостик в виде электронной схемы, в виде электронной нейронной сети, которая у нас заместит функции вот этого утраченного участка. Кроме того, мозг является очень пластичным органом. Он способен восстанавливаться, он способен перераспределять свои ресурсы для выполнения той или иной задачи. Те же самые люди с инсультом, несмотря на то, что у них поврежден достаточно существенный участок мозга, при должном терпении и тренировках способны вернуться к нормальной жизнедеятельности, к нормальному функционированию. Даже парализованная рука может в результате упражнений снова двигаться, как и до повреждения. И в данном случае нейропротезирование может ускорить процесс восстановления. Для создания нейропротеза необходимо, раз уж мы делаем его подобным мозгу, необходимы и элементы, которые встречаются в мозге, нейроны и связи между нейронами, синапсы. Электронные нейроны — это относительно простые устройства. Они могут быть созданы из электронных компонентов, которые повсеместно распространены в наших телефонах, компьютерах, в различных радиоустройствах, в любой бытовой электронике. Из сопротивлений, из резисторов, конденсаторов, простейших микроконтроллеров мы можем создать электронный нейрон. Гораздо более сложная вещь — это создание связей между нейронами. На сегодняшний день считается, что именно связи ответственны за всю возможность обучения и адаптации нашего мозга. То есть в процессе обучения связи между нейронами перестраиваются, какие-то усиливаются, какие-то исчезают вовсе, и таким образом мы запоминаем информацию. На сегодняшний день до недавнего времени не существовало подобных элементов, которые могли бы воспроизвести такую динамику. Но в 2005 году появился, можно назвать его магическим элементом, мемристр. Это новое слово в электронике, это новый компонент, который способен менять свое состояние и сохранять его сколь угодно долго. Принцип действия мемристров можно, грубо говоря, описать как сопротивление с памятью. Этот элемент, мемристр, он способен помнить все входящие в него воздействия и менять свое состояние, учитывая предыдущий опыт. Таким образом, можно реализовать некоторое подобие обучения мемристров, по аналогии с тем, как это происходит в живом мозге, как связи перестраиваются при обучении. На сегодняшний день исследования в области мемристровных технологий являются прорывным направлением. В то же время, сами по себе исследования в области мемристров не имели бы такого существенного значения, не появись взаимодействия между физиками и биологами, биологами-исследователями мозга. Взаимоприкновение из одной области в другую позволяет создавать нечто новое, позволяет обращать внимание физиков на то, что могло бы быть полезно при исследованиях мемристров с точки зрения биологии. И в то же время физики формируют новые вопросы к биологам на понимание тех принципов, на которых строится обучение мозга и перестраивание связей в мозге. И вот в этом плотном взаимодействии рождаются новые нейромострые технологии. Ну и закончить я хотел бы фразой американского физика, исследователя в области электроники Эмерсона Пью. Когда-то он сказал, что если бы мозг был достаточно прост, чтобы мы могли понять его, мы были бы слишком просты, чтобы его понять. Продолжение следует...